Помогите Кате. У маленькой жительницы Барабинска детский церебральный паралич. На лечение в реабилитационный центр в соседний регион девочку ждут уже в августе. Однако у семьи, в которой только один кормилец, необходимой суммы нет. Каждый шаг для маленькой Кати настоящий подвиг. В свои полтора года она не может ни ходить, ни сидеть без посторонней помощи. Рядом всегда мама, папа или старший брат Ваня. Первый же день скучать начинаю, как они уезжают. Я звоню им все время, спрашиваю, как дела. Уезжать из дома Кате вместе с мамой приходится часто. Девочке требуется постоянное лечение. Малышка родилась раньше положенного срока. Радости, рассказывает мама, не было предела. Ее появление семья ждала много лет, но радовались недолго. После родов сразу на вторые сутки, ночью она отказалась дышать самостоятельно. Ее подключили к вентиляции легких. А затем было переливание крови, операция на желудке, после которой врачи в буквальном смысле слова боролись за жизнь малышки. Через несколько месяцев поставили диагноз – детский церебральный паралич. Делали массаж, профилактория здесь барабы. Нам очень хорошо помог. У нас правая ручка вообще не работала. Сейчас она стала работать. Берет игрушки. Правая ножка у нас вообще, она у нас очень кривая. Ступня у нас вовнутрь закинается. Мы специально артиктическую обувь вносим. Но пока улучшений нет. Надежды семья Концевенко не теряет. Сегодня собирают деньги на лечение в Алтайском лечебно-диагностическом центре. Сумма для семьи немалая – больше 80 тысяч рублей. Собрать удалось пока только четвертую часть. Мама должна быть постоянно рядом. Живут они в селе. И на данный момент семью содержит один папа. С миру по нитке мы собираем. Мы просим помощи, пожалуйста. Если есть возможность, помогите. На лечение маленькая Катя должна отправиться в конце августа. Времени для того, чтобы собрать деньги, осталось немного. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев. Новости ОТС.